Сборная ярмарка в Симбирске зародилась в начале 19 века в качестве Большого базара, который проходил несколько дней на территории улицы Большая Саратовская, между улицами Панской и Московской. Сегодня это улицы Гончарова, Ленина и Энгельса. Позже ярмарочная площадь стала разрастаться, ее перенесли. В итоге площадь заняла территорию от современных улиц Марата до улиц Крымова и от Можайского до Шевченко. И для того, чтобы было понятно, ну, обычное сравнение с чем можно привести. Давайте со стадионом. Вот стадион труд у нас во враге реки Симбирки. Площадь нашей симбирской сборной ярмарки составляла порядка 40 футбольных полей. И все они были заняты торговцами. Сборная ярмарка быстро нарастила свои обороты, став к середине 19 века в губернии первостатейной. В лучшие годы ее оборот составлял более 10 миллионов рублей. Более чем на 5 миллионов рублей товар гарантированно продавали. Торговля составляла треть от всех городских доходов. Особое значение симбирской сборной ярмарки для Поволжья было и в том, что именно на ней заключались основные контракты на поставки хлеба с Волжских и Сурских пристаней. Именно сюда в преддверии весны съезжались купцы и договаривались о поставках хлеба. То есть, можно сказать, черного золота той эпохи. Понятно, что хлеб-то другой цвет имеет. То именно наша симбирская сборная ярмарка устанавливала хлебные цены по всему Поволж. На ярмарку в Симбирск также привозили сырые кожи, кожевиные изделия, железо, медь и изделия из них. Кубовую краску, колониальные товары, сахар, свечи, тульские самовары и даже церковные колокола. Одним из важнейших товаров на симбирской сборной ярмарке были ткани. И была как продукция местных производителей. Это различная сукна. У нас в начале 20 века было порядка 18 суконных фабрик. Половина из них принадлежала купцам, в том числе и Арацковым, Степановым, Шатровым, Кузнецовым. Но на смену суконным тканям в это время уже стали приходить ткани хладчатобумажные. На сборной ярмарке торговали готовые одежды. Мехами, ювелирными изделиями, парфюмерией, книгами. Посетители музея также увидят упаковки из-под различных продуктов, каталоги товаров и скобяные изделия конца 19-го, начала 20-го веков.